приветствую всех и до вас не обманывают глаза это игра herzen of iron и вы начинаем проходить за государство графство longsport графство longsport не орден штанп longsport а есть тут именно графство фу ты блин я путаюсь в названии орден штанд хэнквилл мы будем проходить игру и перед тем как матче начнем надо вообще объяснить кто мы такие как назвать вообще наше государство вообще на мы не нас не существовало мы являемся военизированным орденом рыцарским орденом так скажем созданным после гибели гровера второго императора грифонской империи когда он проводил крайне большие походы по завоеванию речных пони вот этой вот коалиции он пер на восток чтобы их завоевать но вы 850 четвертом году он был убит гоплитом из небуси а его уже следующий его следующий император гровер 3 не прям не проявлял никаких либо замашек на полное завоевание речных земель так что он создал нас орден штанд лонгство орден штанд хэнквилл и графство longsport чтобы мы стали заслонным защищающим империю от нападок племен пони мы это делали крайне уверенно и даже при участии нашего сейчас него лидера зинкфрида трампенфельда мы организовали крайне успешное вторжение в алмазные горы и украли богатство этих крайне богатых земель на алмазы и понятки все-таки государства алмазных псов но ситуация не была такой прям стабильный хороший уже в 1907 точнее девятьсот семьдесят восьмом году произошла революция в империи и республиканцев арминин в по главе с каменским попытались захватить власть и закопа кончить с монархией и наш до пас достопочтенный зинкфрида не решил участвовать в этой бойне контрреволюционной бойне и отказался давать присягу императору гроверу пятому кстати за это нас крайне недолюбливают кстати говоря за это нас конечно ну недолюбливают за данные действия и считают нас предателем нашего лидера но конечно империя устояла конечно части оставшиеся западные вот точнее получается часть западной земель грифонии попали под контроль каменского и социалистов но нас это по правде не интересует в нашей стране сейчас тоже все не спокойно так как мы все не можем именно определиться что делать со страной мы все-таки являемся по факту мы живем по правилам по правилам еще ордена древнего ордена да и наше государство по факту украине разделенные на две части тут огромное количество теле земель еще заселено пони да конечно мы проводили тотальную гриванификацию завозили сюда грифонов но пони до сих пор даву очень много и это нас крайне печалит и сейчас наше наше государство стоит на перепутье какой же путь выбрать либо порядке тотальные реформы уже влево демократизация становление прям государством полноценным и дарование прав населению пони есть более нейтраль нейтралисты во главе нейтралисты монархисты желающие сохранить статус кво и не освобождать не давать прям свободу пони ну и не закабалять но есть и другой путь который конечно же мы будем придерживаться который крайне набирает популярность так называемые реформисты или черные плащи в нашем государстве крайне выступают за реформы только крайне не ну не гуманны я сразу скажу то что я буду читать все это игра и я осуждаю фашизм фетишизм мононизм и все другие измы так что youtube пожалуйста не баньте меня я все это осуждаю это все игра вот они выступают за счастливыми осчастливливание части населения нашей страны а именно пони их популярность крайне быстро растет они кстати говоря даже победили уже в игравстве лонгспорт там уже стоят реформисты и там творится осчастливливание ну вообще всех но я думаю можете почитать вот почитайте осчастливливание они ведут полным ходом и вообще нам будет выгодно если все-таки граф удержится у власти хотя это очень маловероятно чтобы мы получили эти земли вообще без единого выстрела но я сомневаюсь так как победить за них очень тяжело прямо очень вот ну и посмотрим все таки что будет с нашей стороной состоит сейчас не исторический фокус так что будет твориться куча интересность сможем ли мы удержать власть вообще что станет с империей это все мы уже узнаем ну что ж вперед я буду читать именно ивенты пока что но опять-таки говорю я буду читать ивенты пока что но вы потом в комментариях напишите если надо я буду их читать уже за вас а потом уже я буду их читать а дальше нарезать эти всплывающиеся всплывающие ивенты ну но пока что сокровище алмазной горы ну вот как я говорил более 3 30 лет назад наши благородные рыцари во вторгли земли диких псов алмазной горы разграбили всех подземельные подземные хранилища не эти неразумные звери копили богатство лишь ради богатства в то время как мы эффективно использовали их последние десятилетия постепенно повышая уровень жизни населения улучшая военную промышленность и и для многого другого как бы то ни было даже насколько огромные сокровища не без бесконечно нас даже настолько огромное сокровище не бесконечное у нас остались лишь малая часть первоначальной суммы вероломные собаки объединили силы с речной коалиции так что даже при всем желании у нас нет шансов положить наши когти на такое сокровище в ближайшее время потому нам придется смириться с этим внутренний совет орден согласился тем что мы должны использовать имеющиеся сокровища для инвестиций они для хранения как это теоли псы советники рекомендуют вложить эти деньги в промышленный сектор в то время как рыцари разделились во мнении между привлечением поселенцев и вложениями вооруженные силы так вот дальше мы будем выбирать какие бонусы будем получать но вообще я скажу нам нужны и и рекруты нам нужны и рекруты и промышленность так как скоро мы начнем огромный поход как говорится или популярность наших дорогих реформистов все сильнее их становится все больше они желают продолжения похода на запад а это значит что мы будем воевать со всей речной коалиции даже если это речная коалиция потеряет часть членов я сомневаюсь что их сила слишком сильно уменьшится что вы смогли победить так что такая дилемма с одной стороны да нам нужны люди но промышленность то то нож тоже нужно ведь люди это у нас могут быть все таки мы можем их накопить но вот оружие нам получать будет крайне тяжело и откуда нам их получать давать все таки я думал промышленность большинство и вам наши говорит советники все-таки победила сторонники сторонники вложения в развитие этих денег в развитие нашей промышленности мы ничего делать пока что не можем даже вермахт не можем улучшить так что да вы покажете диме я думаю вы понимаете по иконкам кто это такие на кого это аллюзия на очень хороших людей так вот вообще вина и реформисты не только призывают вообще именно что-то делать они уже это делают их главари их отряды кошмарят наши наших польских друзей движение реформистов странная фракция существовавшая в уровне в ордене с древних времен важной чертой их было пренебрежение дисциплины ордена и вступление в союзы с внешними группами одной из таких групп и стали ярые фанатики из военизированной группы штурмовиков управляемых эдлером эдлером фон вингенбергом в ингенбергом в повсеместно патрулирующих военизированная группа штурмов управляемой управляемых эдлером фон вингенберг венгенбергом повседневно патрулирующих и беспокоящих покой граждан пони свободные от правил ведущих рыцарей не добывают средства для поддержки своей деятельности самых разных источников а вот на этой неделе члены группировки штурмовиков запустили компанию по производству сигарет они утверждают что их табак будет лучшим хэнк вели и что он доходы с их продаж пойдут на величайшую цель в истории хэнк вела уже пошли слухи о том что штурмовики нападают на управляя управляющих магазинов угрожают им для уменьшения конкуренции угры ограничение продажи зарубежного табака ну может быть хотя бы получим с этого несколько сигарет может мы хотим получим несколько сигарет ну вот как я и говорил и бизнесу тоже они конечно же ставят палки в колеса но имеется виду большинстве своем не даже не за зарубежному ой блин ёкарный баба и вент пропустил так вот продолжаем вон он кальтеменский саммит можете его почитать но она для на это дело нет все-таки не наш а вот он и блудный отец весь последний месяц поступают новости о том что его императорское величество гровер 5 устроил тур по имперской железной дороге эти новости о великом достижении грифон грифоне инженерии были кольк горько разбавлены отсутствием хэнк вела в маршрутном листе императора годами хэнк вела запрещу запрашивал включение его в план постройки железнодорожной системы империи однако планировщики не сумели включить его в заготовленные планы конечно же они прикрывались аргументами о недостаточной безопасности рабочих хэнк вели или даже недостаточном участие рыцарей в этом проекте однако настоящая причина была есть на несмотря на темные теплые отношения с империи под руководством гровера 5 имперский дворец возмуща размущался отказом тропинфельда от обновления клятвы верности короне имперская железная дорога была лишь формы наказания францира за это решили это разозлило торговцев и рыцари хэнк вела ведь системе системы были включены даже про барон 100 энгвер и катеринское княжество утопающие в бандитизме бандитизме лишь усугубили бандитизме лишь усугубила ситуацию то что уже началась стройка прекрасных станции вы соль соль за у соль да у и хэнк вели и в то время как станция соль да у уже наладила некоторые связи с имперской системой она в хэнк вели остается недостроены даже не и даже не соединенный про нас забыли ну да нас конкретно так бросили ну вот и наказание за восстание как говорится подняли головы получили по башке вот кстати говоря вот они реформисты постоянным вот бунт свободных псов вот он но это уже это уже такая организация сегодня благодаря ба банду свободных псов из алмазной горы были освобождены очередная группа железный алмазных псов и сейчас они находятся на пути в бронзен хилл оперативников и добровольцев организовывавших побег радостно приветствовали по прибытию в ортенбург это ласка ольпи воинствующий гармонист живет сюда откуда-то они будут до францирует сюда кажется не будет двигаться он свободных псов некоммерческая организация точнее до бунт некоммерческая организация управляемая преимущественно избран брозенхилла но действующая хэнк вели еще со времен правления гровера второго принявшего бешенство в псов целью организации является помощь рабам из алмазной горы в побеги а по их желанию доставка брозен хилл бунт уже долгое время находил находится в на в напряженных отношениях с орденом хэнк вела из-за дискриминации всех негрифонских жителей а в том числе зачастую и псов конечном счете бунт не смог достигнуть договоренности с правительством ордена и вместо этого управление управлять и вместо это управляется за счет средств представляемых прозенхильской элитой и мелкими благотворителями предоставлен сложившийся ситуации же сложившиеся отношения столе и точкой проник проткновения для многих венквилля в особенности для радикальных реформистов и наиболее аполитичных рыцарей таких как вильгельм штальтельберг и ульрах об сайрод несмотря на это отношение великой великие несмотря на это нынешний великий магистр зинквет раппинфельд уже долгое время защищает их а некоторые например рыцарь архивариус август фон артель бурский альтер буллис точнее август фон артель сберк альтер сберк август фон альтер сберк призывает к упривлению роли бунтов и хэнквилля оставьте псов покой пока что да ну короче говоря весна хэнквилля это август именно такой реформатор прям реформатор ну и вот он именно тут дальше есть именно на урлах именно становится главой ордена это уже вот эти вот вот такие два пути но нейтральный путь он не интересный кстати говоря он по большей части нейтральным и даже ни с кем не по войны не будет как его демократ так что вот так вот отставка зигфрида ну и вот но вот и наш дорогой зигверд траппинфельд уходит в отставку великий магистр ордена зигверд зигфрид траппинфельд верно служил ордену долгие годы доблестно стоя стоя против угрозы на востоке к сожалению для всех нас его желание вести нас медленно затухало за последние несколько лет многое в грифу не изменилось возникли новые идеи и опасности а возраст траппинфельда не позволил ему идти в ногу со времени внутренний совет поблагодарил его за службу и бывший великий магистр уходит на заслуженный покой на ферму на берегу реки гринфринг гри грифинг кинг гриф кинг да гриф кинг на берегу реки гриф кинг теперь совет вновь должен собраться чтобы обсудить будущее ордена срочном порядке будут проведены выборы и они станут важным моментом для всех на для всех нас возникновение движения реформистов несомненно вызвало сильное беспокойство в хэнквилле и к сожалению данный момент идеологическая группа ведомая рыцарем велика венкель винг вингфридом фон кантербургом призывать к слишком чрезвычайным решением угрозы пони на востоке и хотя лидер реформистов его сподвижники пока держат дистанцию в этом вопросе мы уже пара чувствовали плоды проведенные ими политики в южном от нас лонгсворде таким образом катарит катарит таким образом катаринец катаринец проводимые ими политики точнее катаринец получил значительную поддержку и вполне может победить однако ярый соперник рыцарь из рау мира урлах об сайрод заявляет что миссия данная ордену его императорским величеством гровером вторым священно речи рыцаря сделали его фактически лидером традиционалистов ситуация между этими двумя движениями быстро накалилась и уже сейчас ясно что они не найдут компромиссов тем не менее на фоне этих событий прозвучал и третий голос рыцаря август фон артель артельсбург альтерсберг артельсберг спокойный хорошо образованный гриф он осторожно призывает канале сложившейся ситуации постепенным реформам включавшим в себя влияние народа на правительство и участие его в управлении также ими были отмечены идеи объединения с пони вызвавшие сильные опасения стороны реформистов благодарим вас за службу и вот он уже наш совет и вот уже мы выбираем но несмотря на все именно призывы и бравады о священном долге священном долге со стороны традиционалистов и желаний реформ стороны группы пакта единства по по классе приходит с новый хэнквилл движение нового хэнквилла или черные плащи под предводительством вик фреда фон контербурга который желает построить в хэнквилле в хэнквилле новую абсолютно новый хэнквилл соорудить новый хэнквилл под главенством грифонов и желание сокрушить племена пони которые так долго грабили и грабили наши земли да и к тому же влияние традиционалистов на нашу политику крайне слабое также ослаблено влияние традиционалистов тем что империя всем видом показывает нам свое пренебрежение они не видят в нас своих союзников а лишь а лишь послушного непослушного раба которого хотят приструдить но мы докажем им что мы куда больше чем просто воинственный орден тут вот кредит можно взять это народного минус 5 скорость строительства по исследованию но это надо будет брать когда у нас промышленность появится а вот назад хэнквилл поступают срочные новости о возрасте эрнста фиппера из изгнания его в соединить с подпольными ячейками кпх арест фишер ранее служил вермахте где проявлял себя отважным и харизматичным лидером а также умелым солдатом к сожалению он был не согласен с политикой целями ордена и назвал их устаревшими бесполезными в итоге он дезертировал из армии покинул страну и многим известно времени его и известного времени его изгнания однако его имя часто слышатся в речах агитаторов коммунистов а также встречается в нескольких захваченных документах есть предположение что юный гриф от получил власть над коммунистической партией хэнквилла и управлял ею издалека его диалоги в отличие от от обычного представителя коммунистов предполагает что ангва авангардом являются не рабочие а крестьяне не рабочие крестьяне а солдаты которые должны силы усмирить так называемых реакционеров нужно внимательно следить повстанческое отродье ну и как говорится это такой тайный путь я как я как я понял народный комитет национального освобождения кстати говоря как я знаю тут есть шанс его привести как я понимаю секретный путь но как говорится коммунистов мы задавим и предаем не будет коммунист коммунистов мы не мы не позволим коммунистам уничтожить нашу великую страну завещание дворянина альберт фон колодек альберт фон клодек дворянин из клубничного герцогста умер на прошедшей неделе не оставив за собой с наследника собственной воли он завещал свое имущество ордену хэнквилл это древняя практика и она считается почетный среди грифонии знати традиционно орден передает особняки вы доверенные когти издает местным жителям со времен революции девятьсот семьдесят восьмого года и краха империи многие таки многое такое имущество было приватизировано властями не за незаконно проданы или уничтожено что достоверно что доставило ордену немало хлопот с тех пор число таких завещаний резко сократилось а вместе с ними один из источников дохода ордена завещание фон клодека первое за все 11 11 столетия и великий магистр приказал организовать великую церемонию в честь дворянина храме более вы хэнквилле хорош хорошая примета богослови барея его душу кстати говоря барея у нас есть он архонт барея вот архонт барея он сейчас находится у грифона кстати говоря они его своровали у я понял у зебр вот такой вот африканский континент так скажем раздробленный и как я понял тут такая дело что этот это принадлежало вообще именно именно товарищем зебрам принадлежало самый архонт барея именно вот этот вот ну и бингвер становится главой ордена ну что ж вот оно и настало наше время внутренний совет обсудил будучи хэнквилла один из исключительный и один исключительный грифон превзошел всех остальных кандидатов вингрид фон кантербург оставатель и лидер движения реформистов был избран ливер лидером хэнквилла но великий магистр знаменитый своей деликатностью отложен свои отложил свои амбиции перед лицом совета он поклялся действовать исключительно в интересах хэнквилла и носили и населяющего его грифонов оснательно игнорируя не упоминая проживающих в нем меньшинство пони вингрид и реформисты славятся своими взглядами на господство грифонов и крайне плохие отношения с пони считаю что они являются воплощением чистого зла плохие слова которые не входят которая нужно осчастливить в осчастливить во благо всех грифонов его речь обозначила резкое отклонение от политики его предшественника а сам а сам он даже не упоминает давнюю миссию данную ордену императором гровера вторым а также как он также также как он проигнорировал упоминание место алмазных псов в ордене также реформисты не сумели объяснить произошедшего в лонгсворде великое великое осчастливливание вызвано его идеологическими братьями вместо этого разъяснив их миссию и престиж идеологии за территориями хэнквилла так или иначе вингфрид стремится при превратить хэнквилл нечто больше чем обычный рыцарский орден в империю способную противостоять целые тысячелетия к славе ну что ж а теперь можно департамент экономики дальше брать чтобы получить эффективность производства и так далее кстати говоря что у нас с промышленностью да с промышленностью у нас вообще все хорошо но для начала нам надо покончить с и совсем как говорится вингфрид фон кантербург как мы знаем еще кстати говоря из его я в описании тоже почитал разумеется так во первых давай сразу сразу же сразу начинаем конечно же после прихода к власти вингфрид сразу же яростно начинает борьбу против сторонников старой гвардии многие из них неизвест по и неизвестным причинам пропадают данные резкие исчезновения старой гвардии и сторонников реформ резко их пропадание и резко их пропажа станет из вкоре известно как ночь длинных когтей конец старой гвардии так мы не будем брать займ мы ничего делать не будем можно конечно запретить коммунизм но это изменит популярность коммунистами из 5 на прозвазу стабильность еще уменьшит это делать мы не можем можно конечно улучшение рабочих условий то что это стабильность нам даст кстати говоря это нам надо у нас промышленность вообще нулевая 3 фабрики можно конечно это сделать не знаю за маленький стран это нужно насколько это будет ладно не будем этого делать пока что остаемся старых таких скажем старых рамках а вот он и умер гровер 5 кстати говоря наш дорогой так вот я хотел объяснить вообще кто такой пинга бинк перед вот почитайте если хотите грифон я грифон я стала лучше так вот выиграет фон кантербург наш дорогой грифон он тоже был из знатного рода грифон ского вот вообще говорится он хоть и тоже был из знатного грифон ского рода но как ни странно многие отмечают его крайне странности которые были еще с раннего детства вот вот и он говорится получился вообще он свой авторитет получил еще говоря не так как многие другие именно политики точнее имеется ду рыцари через войну например как наш старый лидер через великий подвиг по ограблению алмазной горы а чисто благодаря хорошему подвешенному языку связям как говорится он так скажем является таким прям современным грифоном который побеждает не благодаря таким прямо воинственным заслугам а лишь благодаря хорошей хитрости и коварству и хорошим связи также у нас кстати говоря есть союзник виде катеринское княжество наша сестрица он кантербург она наша сестрица и неизвестно что будет дальше с ней неизвестно что будет тут но я буду надеть все таки наши товарищи там удержатся хотя конечно к сожалению она поддержит она вряд ли нас поддержит приглашение от катерин вскоре после прихода класть игрен сместер винфрид отправил гонца в катерии чтобы сообщить свои двоюродные сестре дельзи фон кантербург что теперь он могущественный гроссмейстер однако когда послание вернулась он доставил сообщение которое было не поздравлением как ожидал вингфрид а приглашение принцесса диела приглашал его на свою свадьбу скры и глиттер у литер хуфом который станет принцем который начали вингфрид не узнал этого и меня потом вспомнил что это был было был единорог только голова единорога кузнеца странно полюбила который вингфрид подарил диэль за несколько лет назад он знал что его кузина странно полюбила этот подарок теперь она хотела на нем жениться поистине на совершенно сошла с ума как он боялся посланник поп спросил примет ли он приглашение то время как вингфрид чувствовал сочувствие к своей кузине он также рассчитал подозрительным что ей так сильно нравятся останки грязного пони он надеялся что его кузина не будет слишком расстроен если он скажет нет вежливо отказать ну к сожалению но да такие вот вот такие вот родственники у нашего лидера очень уравновешенные ты еще кстати говоря ну и такой вот фингис фон кантернбург он такой интересный персонаж он еще и лживый потому что он даже еще он был так скажем как то можно назвать а золотороги это уже чуть другое не будем это брать какая-то гражданская война там происходит непонятно он был ой он еще кстати говоря еще в детстве дружил с пони так что говорится он не самого рождения ненавидел пони это только со временем у него появилось такое так пресс-служба еженера превоспалит власти нам это надо потому что ее мало скорость дивизий ой поставщик не очень хороших трав не очень хороших медицинских препарат запрещенных ну и по пули на предателя некоторые гривен и похоже на самом деле считают что пони в гриф и грифоны равны очень хорошо мы отнесемся к ним также как и к пони подготовьте а счастливую команду а счастлива ливане а счастливим этих дорогие друзей на час мы а пок покончим со всеми предателями избавиться от урла урлахан до загадочное исчезновение так вообще все еще нам надо сделать так для начала нам вообще надо так рау палач он бы пригодился конечно это не нужно пока что поддержка войны давай возьмем сотрудник пресс-служба урона носим гарнизонами ежедневно проспали власти давай хоть возьмем пусть побольше по из власти капает пока что кстати говоря тут еще гражданская война идет между так скажем это аналог ссср точнее аналог сталинграда экоистерские игры нас не волнуют банды рождение банды кредиторов доклады нашей службы вновь не без о вас не обрисовывать самую худшую изолженность ситуации к постоянным диверсиям пони кпх и ворчащие старой гвардии добавляются также донесение о деятельности новой преступной организации группы изгнанных или дезертировавших из ордена и вермахта объединились и назывались аккредиторами они уверены что хэнк вилл в долгу перед ними и что они смогут забрать принадлежащие им силы на службу безопасности уже приписывают этой организации несколько убийств саботажей нападения грабления с таким уровнем подготовки в оружии не они могут стать для нашей страны настоящей угрозой предатели да ситуация совсем нестабильна надо 100 надо расстрельные списки готовить осчастливаю не а всем списке осчастливимы осле осчастливливаем их ой а вот она и гражданская война про лонгспорте я конечно могу поддержать и наших даров товарищи отправив им дивизию но что-то мне к о не я даже не успею никого отправить к сожалению я никого не успею отправить что-то бы не что-то быстро дашь дорогой товарищ слился прям слишком быстро ё-моё кажись по не победят и это плохо смета очень плохо я вам скажу для нас это очень плохо но что поделать сигареты ши с марка про производимые союзниками штурмовиков не возымела успеха на рынке курильщик на рынке курильщики хэнквилл сочли их неприкликательными и слишком низкокачественными пошла даже суточные слухи о том что сами штурмовики в тане курят другие марки сигарет а магазины помогают партизанам грабить и уничтожать их уничтожать их поставки чтобы оправдать продажу другого табака смотря на все это 6 остается главным поставщиком табака из-за политического давления и насильственного воздействия участника движения штурмовиков может из-за этого некоторые хотя бы бросит курить мы прям вы заботимся о народе мы вам будем давать даже мы будем вам встав впаривать табак который даже не только что вредный но еще он невкусный как говорится мы государство всеобщего счастья так чё нам делать надо изучать станки у нас очень плохие проблемы с исследованиями так как мы рыцарский орден и у нас говорится с этим большие проблемы о бандиты ёкарный бабай бандиты напали сразу же по пуле на приема и окажись кажись про его нутриндец ну хорошо бандиты нам даже будут лучше чем коммунисты говорится любой лишь бы не коммунист ну что же мы берем реформисты в совете вингфрид воспользуется вингфрид воспользуется своей власти включить множество высокопоставленных членов его движения состав совета сейчас они вряд ли будут выступать против его политики позволив ему делать все что потребуется во благо нашей нации и реформиста правительстве мы уберем этот дебаф на политическую власть наконец-то ежемесячные прирост населения прирост населения кажись тоже уменьшится да да просто население плюс есть праздник летнего солнца это все нам не нужно военной полиции кстати говорят тот же прирост стабильности так нам надо вообще военного теоретика брать нас есть теоретик какой-нибудь кто будет давать нам ну военный опыт сухопутный доктрин теоретик морского флота и рейх воздушной войны да что-то нам ничего не нам не дают пока что опыт армии давай наступление берем разумеется отош дали к лаубе отошло что берем атаку так как я буду наступать общество о глин о гляд самого их присоединения к рядам реформистов штурмовики были весьма специфической группировкой их члены зачастую неудачники и маргинальные идеологи культивировали много странных идей оставляя таких выдающихся деятелей как винград фон кантербург на периферии эльдер фон вингербург эдер эдлер эдлер фон винген пинг и винген буберк вингенберг эль эдлеры фон вингенберг лидер штурмовиков не было исключением для тех кто хорошо знал его не было ничем удивительного о том ничего ничего удивительного в том что присоединившись к внутреннему кругу ордена хэнкфилла он начал распространять свои идеи искать новых членов для одного из своих обществ общество огляд члены общества огляд верят что грифоны не всегда жили в этом мире а вместо этого коротали столетия в утопическом в утопическом плане в честь коротали столетия в утопическом плане в честь которого они назвали общество грифоны тогда были выше богов имели магические способности могуществе могущественнее чем знает этот мир однако пони и в частности единороги и оликорны проникли в их мир и воспользовавшись щедростью грифонов изгнали их из него некоторые теории также строится на том что две принцессы квест и селестия и луна лично участвовали в этом преступлении оставленные без своего измеряя измерения магия магии даже воспоминаний грифона были брошены в этом мире где их вновь пытаются прижать принижать и грабить ниши и существа члены общества уверены что лишь полный истребли фон ходить в полное осчастливление вида по не позволит ему вновь привести в их произнести в их план и вернуть положение им по праву рождения огляд до сих пор остается лишь маргинальные группы среди штурмовиков и движение реформиста в целом однако из-за схожести схожести идеи общества с идеями вингфрида большинство не против существования это нечто блин общество held это разве я думаю окажись понял на что это намек ой нашим о да ну они что бить начали товарищи ладно подожди надо помочь нашим товарищам давайте поможем им а гол так товарищ давайте я вам пошлю все-таки добровольцы хотя бы одного я буду аккуратно действовать надо отправить давайте отправим рыцари в бой в бой рыцари в бой ставим давайте нашего этого товарища гол попытаемся помочь нашим послать добровольцев гол бережат я маниколит про это не может ну все мы отправляем помощь нашим товарищам кстати надо еще им этот этот нет к сожалению мы не можем пока что отправить им помощь видео атташе ну короче наш дорогой товарищ товарищ дорогой товарищ вингерд фон кентербург не забыл своего старого друга и решает ему помочь в борьбе с и предателями в рядах его армии и они партизанами пони реформист совете и теперь нам нужно избавиться от урлаха урлах его орден главные враги нашей революции хэнквилла они цепляются свои традиционные дороги драгоценные традиции обязанности по защите империи но они не видят целую картину на не осознают угрозы пони мы придумали как избавиться от урлаха на вот и тебе и ночи длинных ножей мы избавимся от наших соперников вперед вингфрид вперед в атаку уничтожить их пони он наша дивизия прибава вот сейчас мы устроим им гражданская война овали не интересно да значит аналогу кое-какого государства это точно понравится отлично помогаем давай восстание конституционалистов на пофигу на них помогаем нашим товарищам новая книга дэрингду вот судья с красным сердцем несмотря на статус хэнквилла как пограничного региона уже долгое время в ордене существует традиция честного серьезного суда развитого даже более чем в его бедном соседи лонгспорте традиционно хорошо образованные рыцари объектированы и продум разрабатывали продуманные законные процедуры за мелким исключением того что юристов из еля тревожили присутствующие в них архаизмы такие как легализация дуэльской системы разрешения конфликта у реформистов возникло множество проблем с этой системой считались что его составляли состоит что и составляли существа малоосмыслящие в нуждах военного ордена и воспринимали некоторые законные процедуры как навязанные рыцарского навязыванием рыцарской воли после прихода классе в игре фон каттербург устроил почти полную переработку судебной системы поручив это дело с подвижником движения реформистов исключив некоторые процедуры защищавшие пони алмазных псов и идеологических а пони агитаторов судя по судя по имени лотара виттер виттер нехт судья по имени лотар в интернет виттер нехт открыто выступил против реформ иерархии иерархии приказал освободить журналист опубликовавшего статьи в которых он выступал против власти фон кантербурга однако журналист уже был казнен и никто никак не мог понять и разобраться когда это случилось и было ли это сделано в обход суда или просто по ошибке в результате судья попал ушел подал в отставку и отправил домой письмо о нелегитимности ордена его решения о присоединении кпх главный архивист ордена август фон артель бузберг пусть и отказался от присоединения к преступникам но поддержал критику реформ продвигаемую коммунистами заявлявшими что они были сделаны лишь слишком поспешной и требовал лишь чтобы ограничить и требовались лишь чтобы ограничить народ великий магистр поставил восстановил что любая критика необходимых правовых реформ будет караться к контролю контр продуктивная и социально опасно скатертью дорожки скатертью скатертью дорожки не скатертью дорога погнали давай часа давай час мы его нафиг додавим давайте додавливать будем давайте уничтожим этих пони сейчас будем делать котелки потихоньку главное пони уничтожать потихоньку уничтожать о да и минус пони минус дивизии пони отлично минус 2 дивизии пони а теперь надо еще вот тут сделать котелок от часы тут котелок сделать а ее 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 что-то нас закатлили это плохо давайте зачарованные инструменты это хорошо давайте еще изучать будем зачарованные механизмы это все даст нам бонусы блин надо окружение снять атом а то мне не нравится чем это может кончиться уничтожаем эту дивизию ну и отлично потери великолепные отлично минус 2 дивизия это крайне в довольно большой большой удар по пони а гражданская война в лонгспорте где тут эти лонгспорт да вот она да нет мне не она нужна вот против коммунистов и во 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 2000 ну а где в общем эта война вообще в общем тут нету ее что ли мы в ней участвуем просто ну ладно но главное нам попытаться уничтожить как можно сколько там у них дивизий у пони теперь у них дивизии 12 но нормально две дивизии уничтожили надо уничтожить еще пару дивизий у них у них наконец-то пропадет преимущество перед нами давайте как говорится немножко с 4 им надо еще и вообще аташе послать потому что это по бонус к нашим давать в атаку продавим сейчас этих пони загадочное исчезновение вот так но кстати хорош давайте секретную службу введем плюс стабильность придя за нашими гражданами и соседями секретная служба предоставит нам ценную информацию в конце всегда быть на чеку загадочное исчезновение выдвижение их надо быть аккуратнее потому что нашу столицу могут про атаковать выдвижение викарита фон кантербурга на пост главы ордена хэнкфилла была спорным делом главным среди его оппонентов был урлах ап сайрод рыцарь из руями руй мира глубокий традиционалист по своим убеждениям достаточно больной на голову грифон чтобы откровенно осуждать решение внутреннего совета многие чувствовали что скоро начнется конфликт между ними и новым великим магистром а вот и вот сейчас ночи 8 сентября 1907 1907 урлах покинул всю покинул свою твердыню для изымечественной поездки в гостиницу на берегу реки грифинг он всегда любил отдыхать там и ловить рыбу однако в этот раз случилось нечто необычное он вернулся из своего отпуска хозяина таверны его помощников опросили он не вернулся из своего отпуска хозяин таверны его помощника просили и они даже подтвердили что прибытие в гостинию подтвердили его прибытие в гостиницу а так они не видели чтобы он покинул ее до его машина все еще стояла неподалеку после осмотра местности ни единого следа его присутствия не было обнаружено не было даже намека на произошедшее рыцарь просто испарился по этому поводу начать начато расследование смотря на сложную непонятную ситуацию следствий уже выдвинул свои первые предположения похищения его партизанским партизанами или бандитами как странно рост стабильности нейтралитет великолепно мы получаем еще плюс стабильности минус так мы можем отправить конечно нашим товарищем бонусы ну или что что мы можем сделать не нам надо вообще мобилизацию проводить потому что она нужна бы быстрее давайте поможем сейчас про атакуем сейчас мы пробьемся уничтожим этих жалких повстанцев просто навсегда а отлично окружили просто молодцы а подожди кстати тогда подожди на тогда быстрее их окружить попытаться их сейчас окружить давайте попытаемся их окружить скорее давайте сюда пойдем тихо и давайте так что нам надо надо пытаться вообще сделать окружение как-то вот так пройтись попытаемся как-то так пройти сейчас уничтожим эту дивизию хотя ее надо уничтожить давайте еще вот тут да вот тут котел еще есть давать тут еще котел сделаем и тем самому пони еще на две дивизии станет меньше это хорошо мы не сможем окружать все эти две ну хоть так спор об аль монахи странный спор произошел между членами правительства ордена на этой неделе был предоставлен выпуск новой книги названы аль монахом героев ордена хэнквилл в ней были представлены все наши военные и политические лидеры с их портретами датами рождения выдержками из биографии целью этой книги была популяризация нового правительства ордена среди основного населения автор также заявил что патриотичные грифоны смогут пальма на ху узнать и дни рождения героев и слою и слать им подарки что укрепило бы связь между орденом и населением одна единственная деталь вызвала недовольство еды эдлера фон винген вингем вингенберга его биографии был записан анекдот о его приз прошлой дружбе жеребятами и кобылками когда он был еще птенцом эдлер раздражала сама эта идея и он назвал содержание к ринге самой гнусной ложью что он когда-либо слышу так сколько сейчас ну да давайте тогда такс содержание к и самым гнусной ложи когда-либо слышал отказываясь отказываясь успокоиться он призвал уничтожить книгу и назвал автор политическим агитатором в этот момент дементрус компа ухом компа хаус открыто выступил против эдлера заявил что автор его дворя двоюродный брат что его верность ордену лежит вне всяких сомнений разозлился разразился яркий спор и вы столовые замка пошли слухи об обоих грифонах конце концов известия о споре дошли до вингород пингфрида фон кантерберге он приказал им заткнуть их клювы и допустил книгу в к выпуску исключив из нее этот анекдот проклятая книга да короче такая интересная вещь а давайте окружим часах да ну нафиг вы окружить их должны были нахрена давать тогда так щас попытаемся не остановите вы нас так сейчас надо уничтожить вообще эти польские дивизии давать тогда окружение сейчас сделаем сейчас столицу возьмем кажись победа все-таки может быть и за нами если коне о ее столицу берут о ее 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 ей это плохо это плохо это очень плохо ладно далее мы уже продолжим уже в следующей серии этот ивент я пока что оставлю посмотрим что будет дальше я очень надеюсь что мне все-таки получится победить надеюсь что мне все-таки получится победить в этой битве ну пока что ситуация какая-то такая очень двоякая хоть пони конечно мы сильно ослабили но я очень боюсь что нас могут нафиг уничтожить чертовы военные хотя сколько у них 9 48 против 312 ну возможно если мы все-таки уничтожим пони быстрее если мы быстрее разберемся пони победа все-таки будет за нами и нам надо это делать быстрее пока у нас еще есть шансы нам надо поскорее с ними разобраться потому что хочу чтобы там победили наши товарищи реформисты надеюсь вам понравилось это видеоролик он довольно длинный даже больше чем я предполагал ну такой вот будет такой такой чисто первый такой вот ролик подобный надеюсь вам понравилось и вы вам захочется видеть продолжение против наших приключений за вингфрида фон кампер бурга и пас вы вам будет интересно увидеть что же будет когда мы начнем наш великий поход против речных земель ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии предлагайте игры для прохождений заглядьте описание там будет ссылочка на дискорд сервер там еще и еще и на рутуб заглядывайте на мой рутуб канал он также называется как и мой предыдущий как и этот канал заглядывайте туда это очень поможет так как все-таки вдруг что цвету бы случится хотя бы так мы не потеряемся и не забывайте разумеется жать на кнопочку и жать на кнопочку на колокольчик чтобы первыми ознавать о выходе новых видеоролик и сами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся а